То, что угол падения равен углу отражения, хорошо видно в этом опыте с кюветой, налитой в нее водой, в которую я капнул каплю молока и зеркальцем, лежащим над ней кюветой. Я наклоняю лазерный луч под разными углами и угол отражения меняется вместе с углом падения. И этот факт, конечно же, известен каждому школьнику. Но недавно на канале мне был задан вопрос, а почему угол падения равен углу отражения? Как это объяснить с точки зрения физики? И похоже, что это подходящий случай для того, чтобы обсудить разные модели, которыми пользуются физики при описании и объяснении явлений природы, и то, как эти модели соотносятся друг с другом. Самую первую и самую простую модель отражения света придумал Рене Декарт. И эта модель была механической. Давайте считать, сказал Декарт, что свет представляет собой поток мельчайших частиц, корпускул, которые движутся прямолинейно, а при встрече с зеркалом отскакивают от него так же, как шарик отскакивает от поверхности стола. И как в случае механического удара угол падения равен углу отражения, так же это соотношение будет выполняться и в случае мельчайших световых частиц. Правда, если приглядеться внимательно, то можно заметить, что при отскоке теннисного мяча угол отражения между направлением отскока вертикалью меньше, чем угол падения. Однако в том же 17 веке Христиан Гюйгенс предложил другое объяснение световых явлений. Свет в этой модели распространялся подобно волнам на поверхности воды. Как же равенство углов падения отражения может быть получено в рамках этой модели? Изобразим зеркало, от которого отражается свет, и гребень волны, падающей на это зеркало. В тот момент, когда гребень достигает одной из частиц, из которых состоит зеркало, эта частица по принципу Гюйгенса сама становится источником волны, расходящейся во все стороны. Когда волна отойдет от частицы на расстояние А, исходный гребень тоже сместится на расстояние А, и источником волны станет следующая частица. Когда гребень сместится еще на одно расстояние А, волна от первой частицы уйдет уже на расстояние 2А, волна от второй частицы отойдет на расстояние А, а третья частица только начнет излучать свет. Конечно, круговые волны расходятся от всех частиц зеркала, а не только от тех, которые мы уже отметили. И общий фронт всех этих круговых волн оказывается прямым, как и упадающей волны. При этом угол падения, как нетрудно видеть, оказывается равным углу отражения. И таким образом, на основе принципа Гюйгенса можно объяснить не только отражение света, но и его преломление, предполагая, что световая волна в оптически более плотных средах распространяется медленнее, чем в менее плотных. А в XIX веке Юнг, а вслед за ним и Фринель, на основе все того же принципа Гюйгенса, объяснили явления дифракции и интерференции, которые в модели с корпускулами вообще оставались необъяснимыми. Положим на дно кюветы вместо зеркала дифракционную решетку, и теперь мы видим не один отраженный луч, а несколько. При этом для главного луча все так же выполняется соотношение угол падения равен углу отражения, а направления остальных лучей рассчитываются по принципу Гюйгенса, который теперь правильнее называть принципом Гюйгенса-Фринеля. И, конечно, принцип Гюйгенса-Фринеля является мощной объяснительной моделью. Однако для объяснения всех оптических явлений его все равно недостаточно. И чтобы понять это, давайте посмотрим на совсем простой опыт с отражением и преломлением света на границе раздела двух свет. На поворотном оптическом столике установлен прозрачный полуцилиндр. И падающий луч формируется здесь с помощью лазерного ножа. Начнем увеличивать угол падения. И при этом мы одновременно видим и яркий преломленный луч, и слабый отраженный. При увеличении угла падения отраженный луч становится все ярче и ярче. Конечно, направление обоих лучей можно рассчитать по принципу Гюйгенса. Но чтобы узнать, как соотносится между собой их интенсивности, принципа Гюйгенса уже не хватает. И здесь нам на помощь приходят уравнения Максвелла, знания о том, что свет – это поперечно поляризованная электромагнитная волна, и граничные условия для электрического и магнитного полей на границе раздела двух свет. Такое описание дает нам соотношение между амплитудами падающей, отраженной и преломленной волн для двух различных случаев поляризации. Когда электрическое поле падающей волны лежит в плоскости падения, и когда оно развернуто параллельно той поверхности, на которую падает свет. И эти соотношения называются формулами Фринеля. И тут я должен сказать, что Фринель получил эти формулы за полвека до Максвелла, считая, что свет представляет собой поперечные колебания упругой среды. Так что одно и то же явление может быть успешно описано на основе разных моделей. Зависимость отражения света от его поляризации особенно ярко проявляется в опыте с отражением под углом Брюстера. Сейчас мы видим отраженную от поверхности воды лампу, и ее свет мешает нам увидеть, что находится на дне кюветы. Но поставим на пути света поляризатор и развернем его так, чтобы он пропускал только свет, поляризованный в плоскости падения. Отражение лампы исчезает, потому что весь отраженный свет был поляризован поперек плоскости падения. О том, почему так происходит, у нас есть отдельный ролик, и мы рекомендуем вам его посмотреть. Но, конечно, некоторые из вас ждут, что сейчас мы расскажем, как все происходит на самом деле. Но что это значит на самом деле? Если речь идет о механизмах переизлучения, то надо говорить о том, что в диэлектрике под действием переменного электромагнитного поля атомы поляризуются и сами начинают излучать. И это похоже на принцип Гюгенса, хотя, конечно, здесь есть свои тонкости. А в случае металлов надо говорить о поверхностных токах, которые связаны с электронами проводимости, и о глубине того слоя, в котором текут эти токи. И, кстати, если толщина металлической пленки будет существенно меньше толщины этого скинслоя, пленка будет не отражать свет, а пропускать его. А еще есть такая штука, как просветленная оптика. И это тоже относится к отражению света. Ну и вообще, почему мы говорим только о видимом свете, а не обо всем диапазоне электромагнитных волн, от радиоволн до космических лучей? Ясно, что в зависимости от длины волны и взаимодействие с веществом будет происходить сильно по-разному. А еще есть нелинейные эффекты, поверхностные эффекты. А кто-то спросит, почему мы ничего не сказали о фотонах? Так что призывы рассказать, как все устроено на самом деле, упираются в необъятность предмета. И понятно, что так никто не делает, но всегда выбирается такая модель, которая, во-первых, адекватно описывает некоторый круг явлений, а во-вторых, позволяет предсказывать другие явления, которые могут быть обнаружены или, наоборот, не обнаружены в эксперименте. Физика именно так и работает. И я буду очень рад, если из наших пояснений это станет хотя бы немного понятнее. Ну и, конечно, ваши вопросы, недоумения, возражения, предложения вы можете писать в комментариях к этому ролику на ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok